Я стеснительная девушка, я живу той жизнью, которая мне не нравится, с парнями я теряюсь. Что делать, если комплексы и страхи мешают получить желаемое? Так как и с комплексами, связанными с внешностью, о которых я говорила в прошлом видео, все начинается с выяснения наших целей, с того, что мы действительно хотим. Затем мы сделаем простое упражнение. Возьмем листик бумаги, нарисуем круг и поделим на 4 части. Средняя продолжительность жизни 70 лет, но мы возьмем 80. На этом листике, в этом кругу мы зачеркиваем наше количество лет. Затем 10 лет уйдет на старость и 10 лет на сон. Давайте посмотрим на этот незаштрихованный кусочек. Это и есть по факту та жизнь, которая у нас осталась. Неужели вы готовы тратить этот незаштрихованный кусочек жизни на мысли о том, что у вас подумают другие люди на страхи и на комплексы? Многие люди очень привыкли прикрываться своими комплексами, поэтому им даже легче сказать, ой, я не могу, это не для меня. Ну, в общем, я не могу это сделать, чем действительно взять и поработать над собой, покопаться в себе и перебрать себя и делать, действовать. Давайте сделаем простую визуализацию, останемся на 10 минут и дней, чтобы нам никто не мешал. Закроем глазки и представим себе этот незаштрихованный кусочек жизни и человека, то есть вас, который прожил ее так, как вы живете сейчас, в страхах и комплексах, и мыслях, которые мешают вам получить желаемое. Представьте этого человека. Сначала, может быть, образ будет мутный, будет плохо видно, но со временем вам станет хорошо видно и, главное, слышно. Вы должны спросить у этого человека совет, может быть, какое-то напутствие. И внимательно слушайте то, что он вам скажет в этих словах и черпайте ваше вдохновение, мотивацию действовать и жить той жизнью, которой хочется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!